Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о бабочках. Бабочки одни из самых красивых созданий, они ассоциируются с весной, красотой, молодостью, являются символом бессмертия, счастья, верности и любви. Эти загадочные и грациозные существа являются источником поэтического вдохновения и стали героями многих мифов и легенд. Древние римляне считали, что бабочки — это цветы, которые сорвал ветер, эльфы — духи воздуха, пришедшие к нам из скандинавской мифологии, изображались маленькими человечками с крыльями бабочек. В Японии считают, что увидеть в своем доме бабочку, к счастью, и бабочки символизируют все лучшее в жизни человека. А в Китае до сих пор на свадьбу жених дарит невесте живую бабочку — это символ неизменной любви. А Корней Иванович Чуковский в своем произведении блокбастере с помощью бабочки потушил горящее море. Сказки сказками, а поговорить о таких красивых созданиях просто необходимо. Поехали! Из описанных зоологами полутора миллионов разных живых существ, населяющих нашу планету, более миллиона видов — это насекомые. Многие из них вызывают у людей досаду, неприязнь, а иногда страх и отвращение. Но только не бабочки. Трудно назвать иные живые существа, которые бы так восхищали своей сказочной красотой, изяществом полета, разнообразием удивительных форм и красок. Обитают бабочки на всем земном шаре, кроме Арктики и Антарктики, и горных вершин, покрытых вечным льдом и снегом. Но бабочка из рода Парнасиус — самая высокогорная бабочка на свете и живет она в Гималаях. Встречается на высоте более 6000 метров над уровнем моря, в остальных же местах в теплое время года можно встретить этих хрупких на первый взгляд созданий. Размеры представительниц отряда колеблются в широких пределах, они бывают очень большие и на них стоит посмотреть. Совка Агриппа, Птицекрылка Александры, Павлиноглазка Геркулес, Павлиноглазка Атлас, Парусник Антимах, Орнитоптера Голиаф, Птицекрыл Ипполит, Орнитоптера Крёза и Мадагаскарская Комета. А самая тяжелая бабочка — мертвая голова и одна из наиболее больших. Весит, как правило, около 9 грамм. Свое имя она заполучила посему, что рисунок на ее спинке напоминает человеческий череп. Также есть виды совсем крохи. Одними из самых мелких известных бабочек являются так называемые моли-малютки, у которых длина переднего крыла от 1 до 2 миллиметров, а размах крыльев от 2,5 до 4. Бабочки, они же чешуи-крылые, являются одной из крупнейших групп насекомых, включающих в себя 160 тысяч видов. Предполагается, что до 100 тысяч видов остаются все еще неизвестными науке, и таким образом общее число существующих на планете видов чешуи-крылых может быть оценено приблизительно до 255 тысяч видов. Латинское название отряда Лепидоптера происходит от древнегреческого «чешуя» и «крыло». Такое название связано с тем, что крылья его представителей покрыты чешуйками, представляющими собой видоизмененные щетинки, а общеупотребительное русское название представителя этого отряда «бабочка» восходит к прославянскому «бабка» или «бабушка». Связано это с тем, что в древности славяне считали, что душа женщины после гибели попадает в бабочку. В украинском «бабочка» — это «метелек», а в белорусском — «мотыль». И очень близко по звучанию с «мотыльком», который называют некоторых представителей отряда, являются производным от прославянского «мести» — «мотаты» — «кружиться» или «двигаться рывками». Конечно же, это из-за особенностей полета насекомого. Бабочки — это один из 34 отрядов класса насекомых типа членистоногих царства животных. Как и у всех членистоногих, тело бабочек разделено на множество сегментов и покрыто хитиновой оболочкой — кутикулой, а ноги состоят из отдельных члеников. Таких членистых ног у каждой бабочки по три пары. Есть и иные характерные признаки, например, хоботок, которые могут быть обнаружены и у других насекомых. Но что же отличает бабочек от всех остальных насекомых — это чешуйки на их крыльях и теле. Покрытых чешуйками крыльев ни у кого из известных насекомых больше не встречается. И пыльца на крыльях бабочек не имеет ничего общего с пыльцой растений, цветков которых, как полагают многие, бабочки и собирают свою яркую окраску. Это маленькие чешуйки, которыми покрыто все тело и крылья бабочки. Именно они и дали научное название — чешуекрылые. Чешуйки являются производными волосков, которые состоят из прозрачной хитиновой оболочки с полостью внутри, имеют плоскую, часто очень разнообразную форму и прижатый к поверхности крыла, налегая друг на друга наподобие черепицы. В полости находится пигмент, придающий окраску всей чешуйке. А совокупность чешуек с одинаковыми или разными пигментами составляет яркий, часто очень сложный и контрастный рисунок крыла. Окраска крыльев может создаваться не только за счет пигментов. У многих наших дневных бабочек, а также у самых ярких представителей тропиков, она возникает за счет интерференции световых волн. На поверхности чешуйки находятся очень маленькие ребрышки, которые при определенном угле падения отражают свет с определенной длиной волны. Так возникает переливающаяся блестящая голубая, синяя, оранжевая или серебристая окраска голубянок, перламутровок, а также величественных южноамериканских морфо и орнитоптер из Юго-Восточной Азии. Чешуйки не только придают окраску. У самцов в некоторых полостях вместо пигмента находится железа, выделяющая феромоны. Такие чешуйки называются андраконии. Именно благодаря им самцы обычной репной белянки пахнут лимоном или резидой. Яркая окраска крыльев помогает бабочкам видеть друг друга издалека, облегчает встречу самцов и самок, показывает соперникам, что территория занята, но в то же время она привлекает и хищников. Поэтому у многих видов яркой является только верхняя сторона крыльев, а нижняя имитирует окраску почвы, коры деревьев, сухих листьев или других малосъедобных предметов. Особого успеха в такого рода маскировке достигла индийская калима, у которой нижняя сторона похожа на сухой листочек не только окраской, но и формой. Особый вырост в нижней части крыла даже имитирует черешок листа. Не маскируются бабочки, которые ядовиты. Имеют неприятный для хищников вкус или запах, например медведицы, южноамериканские геликониусы. Их рисунок из верхней и с нижней стороны представляет контрастное сочетание красных, черных и желтых полос и пятен. Хищники быстро и надолго запоминают неприятные ощущения, доставляемые ядовитой добычей. Некоторые виды, являясь абсолютно съедобными для многочисленных охотников, имитируют окраской ядовитые. К примеру, тех же геликониусов практически полностью копируют некоторые виды белянок, они же капустницы. И, наверное, самая необычно выглядящая бабочка – это стеклокрылка или стеклянница. Они копируют не менее хорошо защищенный хоз. Например, тополевая стеклянница очень похожа на шершня размерами, окраской, формой тела и даже способом складывания крыльев, и они являются прозрачными. Группа видов небольших бражников с прозрачными, как у стеклянец с крыльями, так и называется – шмелевитки, потому что окраской эти бабочки копируют шмелей. Кроме окраски, у бабочек имеется много других замечательных особенностей. Одной из них является ротовой аппарат, который называется сосущим, и представляет собой хоботок, состоящий из двух видоизмененных сильно вытянутых нижних челюстей, способных сворачиваться в спираль, наподобие часовой пружины. С помощью этой пружины бабочки могут питаться только жидкой пищей, цветочным нектаром, древесным соком, с сахаристыми выделениями тлей. Длина хоботка зависит от того, цветки каких растений посещают бабочки. Самый длинный хоботок у бражников – крупных ночных бабочек с толстым телом и длинными узкими крыльями. Многие в детстве называли их слониками и думали, что это калибри. Они лучшие среди соплеменников летуны, способные зависать неподвижно, как калибри, над цветками и доставать нектар, не присаживаясь на них. И на самом деле это бабочка. Есть виды бабочек, у которых ротовой аппарат вообще недоразвит и они не питаются во взрослом состоянии. Подобные виды в течение недолгой жизни используют запасы питательных веществ, накопленные гусеницей. Такова, например, всем известная плотиная моль, обитающая почти в каждом доме. Именно личинка моли повреждает шерстяные изделия. Бабочка же не питается. Кстати, только немногие животные, в том числе гусеница моли, способны переваривать и усваивать шерсть в качестве кормового вещества. Другая группа мелких бабочек, которая так и называется зубатые моли, имеют грызущий ротовой аппарат, доставшийся им от предков и питается не жидкой, а твердой пищей, пыльцой растений. А если какому-нибудь крокодилу стало грустно, бабочка тут как тут, сядет и успокоит рептилию. Бабочки-дриады, населяющие бассейн реки Амазонки, действительно пьют слезы кайманов. Этот необычный феномен, известный как слезоточивое питье, является для бабочки одним из способов получения натрия и других минеральных солей. Не менее своеобразны органы чувств у бабочек, например, только дневные бабочки, отличающиеся яркой окраской, способны различать красный цвет, недоступный остальным насекомым. Органы вкуса у многих дневных бабочек расположены на передних ногах, так что им достаточно наступить в пищу, чтобы ощутить ее вкус. У многих ночных бабочек имеются органы слуха, расположенные на брюшке. С их помощью они могут услышать ультразвуки, испускаемые охотящимися летучими мышами, что позволяет им спастись. Но самым прекрасным из всех чувств является обоняние. Самец павлиноглазки грушевой своими перистыми усиками способен уловить запах самки на расстоянии до 12 километров. По изменению концентрации пахучего вещества, определить направление и найти ее, бабочки относятся к насекомым с полным превращением. То есть для них характерны все стадии развития – яйцо, личинка, куколка и имаго – взрослые насекомые. И поэтому мы плавно переходим к понятию метаморфоза, который встречается, между прочим, не только у бабочек, а также комаров, пчел, ос, мух, блох, жуков и других насекомых. Метаморфоз – это жизненный цикл с рядом последовательных превращений. Весьма удачное приобретение в борьбе за существование. Поэтому он широко распространен в природе и встречается не только у насекомых, но и у других живых организмов. Метаморфоз позволяет различным стадиям одного и того же вида избежать конкуренции между собой за пищу и за место обитания. Ведь личинка питается другой пищей и живет в другом месте. Между личинками и взрослыми особями не возникает никакой конкуренции. Гусеницы грызут листья. Взрослые бабочки спокойно кормятся на цветках, и никто никому не мешает. С помощью метаморфоза один и тот же вид одновременно занимает несколько экологических ниш. Питание как на листьях, так и цветах в случае с бабочками, что также повышает шансы вида на выживание в условиях постоянно меняющейся окружающей среды. После очередной перемены хотя бы одна из стадий уцелеет, а значит выживет, продолжит свое существование и весь вид. И это одно из чудес природы. Червеобразное существо превращается в нежное крылатое создание. Хотелось об этом рассказать поподробнее. Сначала взрослая бабочка откладывает яйцо, тем самым дает начало новой жизни. Яйца в зависимости от вида могут быть круглыми, овальными, цилиндрическими, коническими, уплощенными и даже похожими на бутылочку. Различаются яйца не только по форме, но и по цвету. Число яиц вкладки тоже зависит от вида, и иногда доходит до тысячи и более. Однако до взрослой стадии доживают далеко не все. Это зависит от таких факторов, как температура и влажность воздуха. Кроме того, у яиц бабочек немало врагов из мира насекомых. Средняя продолжительность стадии яйца составляет 8-15 дней, но у некоторых видов яйца зимуют, и эта стадия длится месяцы. Из яиц появляются гусеницы. Да, личинка бабочек называется именно гусеницей. Их окраска может быть такой же разнообразной, как и у взрослых бабочек, но чаще она криптическая, то есть маскировочная. Поэтому гусеницы прекрасно маскируются на кормовых растениях. Многие гусеницы способны принимать вид веточек, сучков, высохших почек. Некоторые могут копировать змей, причем очень удачно. Раздувают переднюю часть тела, пятна по бокам напоминают глаза, а выросты около головы похожи на раздвоенный язык. Другие гусеницы сплошь покрыты длинными жесткими волосками, которые легко обламываются и могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей. Вместо окраски ядовитых волосков некоторые гусеницы создают вокруг себя маскировку, склеивают листья, строят паутинный чехол с плетенными в него веточками, кусочками коры, и всю жизнь проводят в этом укрытии. Как только гусеница наелась, она превращается в куколку. Куколки не двигаются и не питаются, только лежат или висят и ждут, расходуя накопленные гусеницей запасы. Внешне кажется, что ничего не происходит, однако это последний этап удивительного превращения, можно назвать бурным затишьем. Внутри куколки в это время кипят очень важные жизненные процессы перестройки организма, появляются и формируются новые органы. Куколка совсем беззащитна. Единственное, что позволяет ей выжить, это ее относительная незаметность для врагов, птиц и хищных насекомых. Обычно развитие бабочки в куколке продолжается 2-3 недели. Однако у некоторых видов куколка является стадией, впадающей в зимнюю диапаузу. Куколки создания молчаливые, однако есть исключение. Куколка Бражника и куколка Глубянки Артаксеркс умеют пищать. И когда настает время из куколки выходить, взрослая насекомая имага, оболочка куколки лопается и имага, цепляясь ногами за край оболочки, при этом прилагая немало усилий, выползает наружу. Новорожденная бабочка еще не может летать, ее крылышки маленькие, будто свернутые и влажные. Насекомое обязательно взбирается на вертикальное возвышение, где остается до тех пор, пока полностью не расправит крылья. За 2-3 часа крылья теряют свою эластичность, отвердевают и приобретают окончательную окраску. Теперь можно совершить первый полет. Продолжительность жизни взрослой бабочки варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев, но в среднем век бабочки составляет всего 2-3 недели. Интересно, а как дела обстоят зимой? От холода-то сильно не побегаешь, тем более не полетаешь. Тем бабочкам, которые обитают в субтропиках и тропиках, а таких большинство повезло, и им нет надобности куда-то лететь. А обитающие в умеренных зонах бабочки неплохо приспособились к суровым условиям севера и без особого ущерба для своей популяции переносят зимние морозы. А такие бабочки, как траурница, крапивница, дневной павлинь и глаз и многие другие зимуют во взрослом состоянии. И еще в апреле происходит их вылет, хотя большинство бабочек зимуют в состоянии куколок, а потому и появляются они в середине лета. Но есть такие бабочки, как адмирал, репейница и луговая желтушка. Они не могут зимовать в таких условиях, а потому должны улетать на это время далеко к югу, в сторону Средиземноморья. При этом летящие на юг бабочки преодолевают горные хребты и даже моря. С наступлением весны начинают движение на север. В пути, встретив благоприятные для размножения условий, откладывают яйца и погибают. А новая генерация бабочек продолжает свой путь. Но на счет перелетов всех победила бабочка-монарх. Осенью эти бабочки из северных районов США и Канады летят на юг до Южной Калифорнии, Флориды, Кубы и Багамских островов, преодолевая путь в 3000 км. В местах зимовок монархи тысячами собираются на отдельных деревьях. С наступлением весны начинается их движение на север. Кроме сезонных миграций часто наблюдаются залеты бабочек в необычные для них климатические зоны. Некоторые южные бабочки, будущие хорошими летунами, могут долетать даже до полярного круга. Ученые говорят, что здесь нет никакой закономерности. Такие бабочки сами не знают, куда и зачем летят. Едят гусеницы много. Масса их тела может увеличиться в 50 тысяч раз. Поскольку покровы тела гусеницы растягиваются плохо, личинки линяют несколько раз в течение жизни, полностью сбрасывая старую шкурку. Часть гусениц может питаться только одним определенным видом растения. Другие с самыми разными видами растений, как, например, непарный шелкопряд или американская белая бабочка, способная объедать листья более чем 300 видов деревьев и кустарников, иногда нанося непоправимый вред лесу, если колония превысила допустимые значения. А кто не видел бабочку-капустницу? Беленькую с черными пятнышками. Фермеры, насупившись, скажут, что лучше бы ее и не видели. Бабочка очень распространена и любит, судя по названию, капусту. Да и не только ее. Гусеницы могут повреждать капусту, как белокочанную, так и цветную, брюкву, репу, редьку, хрен, редис, рапс и другие крестоцветные растения. Также могут повреждать резиду, настурцию, каперсы, лук и чеснок. Вредят гусеницы всех возрастов. Гусеницы выедают отверстия в листьях капусты, загрязняют кочаны экскрементами, из-за чего поврежденные кочаны капусты гниют и, по сути, являются вредителем сельскохозяйственных культур. Вред доставляют фермерам, а вот пользы несут на порядок больше окружающему миру. Ведь бабочки — это составная часть многочисленных пищевых цепочек, которые связаны друг с другом все живые существа. Да плюс к тому велика роль бабочек как опылители растений. Ведь у многих видов основная пища — нектар, и когда они собирают его, то переносят пыльцу с цветка на цветок. У многих орхидей-нектарники спрятаны очень глубоко. Добыть его могут лишь бабочки с длинным хоботком. Поэтому не будь бабочек, цветки орхидей, а также многих других растений, остались бы неопыленными, а значит их бы ждало вымиранием. В связи с этим интересно вспомнить историю одного открытия. Английский исследователь 19 века Альфред Уоллес знал, что на Мадагаскаре растет орхидея с очень глубокими чашечками. У всех известных тогда видов насекомых, населявших остров, хоботки были слишком короткие, они не могли опылить ее. Поэтому Уоллес предположил, что на острове водится насекомое с каким-то очень длинным хоботком. И спустя 12 лет его коллега Джорджан открыл эндемичную мадагаскарскую ночную бабочку из семейства бражников с хоботком длиной 225 мм. В ходе эволюции бабочки развивались, приспосабливались к определенным цветковым растениям. Вот лишь один из примеров сожительства бабочки и растения. Например, только юковая моль опыляет мощные соцветия юки, а заодно в завязи откладывает яйца. Гусеницы вылупляются из них тогда же, когда созревают семена, которыми они и питаются, оставляя тем не менее растению достаточно жизнеспособных семян. А это признаки мутуализма, и это взаимополезное сожительство, и таких видов бабочек множество. Таким образом, бабочки приносят немалую пользу и растениям, да и косвенно человеку-фермеру, опыляя его различные растения. Многие гусеницы способны выделять ртом паутину, состоящую из белка. Некоторые делают это в огромных количествах, сплетая кокон из шелка. И человек тут как тут. Для получения шелковой нити он издревле выращивает гусениц тутового шелкопряда. Кокон, сделанный гусеницей, расплетается, и получается тонкая шелковая нить до полутора километров длиной. В наши дни бабочки разводятся не только для получения шелка. Население многих тропических стран живет за счет разведения наиболее крупных и ярко окрашенных видов для изготовления различных поделок, картин, панно из крыльев, да коробки с высушенными бабочками тоже идут на продажу. Аукционная стоимость некоторых редко встречающихся экземпляров может достигать нескольких тысяч долларов. Но большая часть продаваемых бабочек продолжает отлавливаться в природе, что вместе с постоянно сокращающимися естественными территориями их обитания приводит к уменьшению численности этих красивых и часто полезных насекомых. А кто слышал об эффекте бабочки? Многие. Но что это значит, знают далеко не все. Простыми словами, это то, что небольшое системное изменение может стать фактором появления случайных и огромных последствий в другом месте. Как говорится, сегодня бабочка трепещет своими крыльями в Пекине, а через месяц это вызовет ураган в Нью-Йорке. И если гипотетически бабочки исчезнут, никто не знает, каким последствиям это может привести. Но только ни к чему хорошему. Изящные и грациозные. Бабочки самых разных форм и расцветок никогда не перестанут нас поражать. Конечно, плохо, что эти прекрасные существа в начале жизни, будучи гусеницами, досаждают огородникам. Но как только они перерождаются, их крылышки становятся не только средством передвижения, но и холстом с одними из самых ярких шедевров природы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. С вами был Игорь Негода.